Доброе утро! У нас сегодня воскресенье, 9 часов утра. Кстати, я всегда стараюсь выпускать мои видео с утрица пораньше, чтобы вы могли собраться вместе со мной. Не то чтобы вместе со мной, но скорее, чтобы я послужила вам каким-то фоном для ваших сборов. И у меня очень хорошее настроение. Знаете почему? Потому что мы сейчас собираемся в театр на детский спектакль. Не знаю, как было в вашем детстве, но моя мама прям регулярно водила нас и на цирковые представления, и тоже во Дворец культуры. Там какая-то музыкальная программа была, встречи то с Дедом Морозом, то еще что-то. Я не знаю, что с нами, ну, за мной и с Томиком не так, и почему мы так редко ходим именно на живые спектакли. А это настолько настоящие эмоции, ты прям проживаешь это все с актерами. В общем, мы сейчас собираемся. Еще один момент. Я не могу пойти в театр просто в каких-то джинсах или в одежде выходного дня. Мне кажется, что это все тоже идет с детства, потому что, когда мы шли в театр, то мама наряжалась, одевала что-то такое более элегантное. Пойду что-то поищу. У нас сегодня довольно тепло, так по-настоящему, по-весеннему, поэтому я надену несколько обновок. Это мой костюмчик из 12 Stories. Я заказала там несколько вещей. И здесь такой облегченный жакет, то есть он не слишком плотный, его можно будет носить даже летом, когда будет прохладно. И к этому жакету шли брюки широкие. Я долго не могла найти широкие брюки, которые смотрелись бы нормально на мне. И они по длине тоже хорошо сели. Со светлой обувью это вообще бомба. Настолько освежающе смотрится. И мне нравится, что это такой немножко припыленный цвет. Я не люблю яркие краски, вы знаете, кроме чистого красного. Вот, так что я уже определилась с тем, что я надену. О, еще сумочку вам не показывала. Вот так костюмчик смотрится на мне. Я даже специально помыла обувь, чтобы показать вам, как это все сидит. По длине тоже подошло. У меня самый маленький размер, но это такой оверсайз, как видите. И брючки. А вот, собственно говоря, с сумкой я хотела себе что-то именно жесткой формы. Это геометрическая. Мне настолько понравилось. Я подсмотрела ее у Лены Галант. Написала ей, не будет ли она против, если я куплю себе такую же. Она дала добро, поэтому спасибо большое Лене за рекомендацию. Мне вообще очень нравится ее видео, ее стиль. И много чему учусь. Привет тебе большое, если ты смотришь это видео. Ссылку на ее канал я оставлю внизу. Точно так же, как и на все вещи, на костюмчик, на сумку и прочее. Так что, вот такой у меня сегодня комплект получился. Иду одевать малышей. Они хотят идти в спортивных костюмах. И мне придется потратить несколько минут на то, чтобы их переубедить. Обожаю живые цветы. Погодка шикарная. Хотя обманчивая. Игнат, как всегда. Игнашка, собачки тоже идут в театр? Я не могу. Пойдем. Театр называется Гротеско. Мы еще здесь не были. Гардеробная. Ой, где фокус? Костюмы, конечно, у них роскошные. Но актеры поют под фонограмму. Мальчишкам очень нравится. Здесь разные представления. Есть и кукольный театр. Надо будет зачистить сюда с визитами. Так как... Ой, Игнашка, не трогай, пожалуйста. Нет. Дети просто сидят с открытыми ртами. Мы потеряли папу с Захарочком. Сейчас антракт на голове. Черти что, после шапки вообще не можем найти нормального парикмакера для детей. И здесь все какие-то маски. Театр довольно большой. И мы находимся на самом последнем этаже. Здесь небольшая сцена. И все с детками. Театр довольно длинное и длинное имя. Мартви мою, целую, чинскую родину. Ма, дорога мама. Пам! През то плаке. Тато бок платки зрыва з розпачи. Съехала на сняданье. Чтепельки, витруслець в пиане. И попила млекем з млечным. Мом, лечь, память, кротко лечит. Вышла на двор, выпомухачь. Как там душе пахнет. Мы практически в самом центре. И сразу видно, где госучреждение. По-моему, это что-то связанное с больницей по эту сторону. Если я не ошибаюсь. А там дальше театр. Смотрите, какая разница. По правую сторону не отреставрированный дом. Дальше вот два только после реставрации. Еще осталось сменить входную дверь. И вот теперь снова не отреставрированная. И представьте себе, как это будет выглядеть, когда все приведут в порядок. Через миллион лет, наверное. Ну, мы сегодня получили самый оригинальный и полезный подарок для всей семьи. Если вы не знаете, что это такое, это мультикубик. То есть портативный проектор. Я видела его как-то на ютюбе и давно на него засматривалась. Это настолько интересная вещь. Значит, посмотрите, какой он маленький. Помещается в ладошки. Его можно без проблем взять с собой в какое-то путешествие. И он транслирует изображение где угодно. Можно даже в машине использовать. Не знаю, на потолке, на стене. И он дает экран величиной до трех метров. Тома пробовал его подключать через ютюб. Но вы также можете смотреть и мультфильмы, и какие-то сериалы, кино, что хотите на Айви, Мегафоне, Яндекс. Я оставлю вам ссылку внизу, кому интересно. И для меня это какое-то такое погружение в детство, мечта, домашний кинотеатр. Мне кажется, что сейчас, когда дети смотрят что-то на планшете, они как будто находятся в виртуальной реальности. А это такой домашний кинотеатр, который однозначно станет нашим семейным другом. Еще то, что меня заинтересовало, это диафильмы и разные развивалки. Типа как театр теней. Сегодня вечером будем разбираться, и потом дальше как-то во влогах покажу вам, как это все работает. Плотивка, сон. Видишь, как он начинал? Где хочешь ехать, пусть не запомнили. Только что смотрели клипы, но ютюб потом заблокирует. Видите, как прикольно? Здесь наш шкаф, вот это несчастное кресло. И эта стена, экран огромный. Смотрите на другую стену. Можно раз тут. Ты куда? Отправил его. А покажи наш шкаф, там и переведи его. Прикул. Какое это город? Тут мы в Варис-Айленд. В этом музее в Гонзаке. Тут тоже. Париж. Захар, угадывает города. По видео. Новый Йорк. Нью-Йорк. Поляки говорят Новый Йорк. Вы когда-нибудь видели такое мороженое, как бы в гранулах? Я понимаю, что не сезон, но нужно чем-то заниматься. Захарка пошел на день рождения. Это такой парк трамплинов. И Игнашку, к сожалению, не пустили. Поэтому радуем себя мороженым и кофе. Игнашка, потихоньку кушай. Мороженое. А дашь маме попробовать, Игнат? Ой, какой ты хороший. Прикольно. Помните, я показывала вам эти таблетки? Подожди, Игнат. Они действительно очень крутые. Я заказывала их на Икерп. Это таблеточки, которые окрашивают воду. И дрем очень яркие. Они не оставляют никаких следов после купания. Всем приветик. Я решила снимать влоги когда... Привет, привет. Решила снимать когда... Ребенок не разрешает мне начать. Значит, привет всем. Я решила снимать... Привет всем. Спасибо, Захарка. Я решила снимать влоги тогда, когда происходит что-то интересное. И на этой неделе папа придумал еще ту развлекуху для малышей. Это идея Томика. Его двоюродная сестра много лет, как и тетя, в принципе, работает в пожарном отделении. Поэтому в это воскресенье мы едем в пожарное отделение, чтобы показать малышам, как там все происходит. Вообще-то иногда у нас как бы садики организовывают такие экскурсии, наверное, так это можно назвать. Но сейчас вот мы позвонили, ничего не происходит, все нормально. И тетя у нас диспетчер, как я понимаю. То есть она не пожарный. И мы сейчас едем посмотреть, честно говоря, мне самой очень-очень интересно. Потому что я сама где-то там в каких-то фильмах видела. И все. О, мы уже приехали. Так, нас пустили в гараж. Можно все примерять. Такие колеса огромные, как-то издалека не видно, что машина настолько большая. Это специальная куртка, которая вообще не горит. Это новость, потому что у меня такие черные чухи, видите? Специальная мембрана, куртка чем-то обработана так, что она не горит. Смотрите, что внутри. Здесь специальные пилы для того, чтобы можно было зайти в какое-то помещение, которое, возможно, по какой-то причине закрыто. Смотрите, как высоко. Я тоже хочу туда забраться. Классно? Вы не поверите, но машина, которую я только что рассматривала, это портативный офис. Я сама просто в шоке. Смотрите, здесь есть разные мониторы и принтеры. Конечно, стол для того, чтобы что-то обсуждать. Таблица, чтобы нарисовать план действий. Здесь кондиционер, мониторинг, миллион раций. И нам только что рассказывали, что все эти приборы показывают и загрязнение воздуха, и погоду. Короче, здесь есть все, все, все и даже больше. Знаете, сколько стоит вот эта огромная машина, которую я только что показывала? Около 11 миллионов злотых. Рация. Так высоко. Игнаш, рулишь? Нравится вам, мужчины? Я же вам говорю, что у папы просто самые крутые идеи. Так, я не верю. Я думала, что это тоже выдумки. Нет, вот эта труба, по которой спускаются пожарные, реально существует. Вот это класс. Они не готовились к нашему приезду, но здесь все очень хорошо организовано. Фонарики, рации и миллион разных прибамбасов. Тяжеленная. Это такая штука, которая раздвигает разные предметы. Даже не подозреваешь, что здесь может быть. Специально для тебя такую бутылку сделали для детей, чтобы они могли делать в пожаре. Здесь на одном этаже есть специальные комнаты для пожарных. Они иногда практически живут здесь. Даже кухня у них есть. Какие мониторы? Здесь принимаются все телефонные звонки. А с этой стороны видеонаблюдение вокруг пожарной части. А после пожарного отделения мы заехали покушать в ресторан, который называется Pergamin. И, кстати, итальянская кухня является второй самой популярной в Польше. У меня ризотто с креветками, еще с какими-то морскими штуками. Здесь лазанья для детей, довольно большая. У Томака двойная пицца. Можно выбрать два разных вкуса. А вот эта мисочка с водой и лимоном подается для того, чтобы можно было помыть руки после креветок. И вот этого всего, что естся руками. Мы только что были на закупке продуктов. Я купила кое-что интересненькое. Давайте я вам покажу. Это не запас продуктов на неделю. Просто я запланировала кое-что приготовить. И мне не хватало некоторых продуктов. И еще у нас вчера началась акция на разные итальянские вкусности. И если вы живете здесь или заходите в Lidl и не знаете, что купить, покажу вам то, что мы постоянно берем. И, кстати, когда вот есть именно итальянская неделя или итальянские дни, эти продукты постоянно повторяются. И я их покупаю уже на протяжении нескольких лет. Значит, а, в последнее время я подсела на бурату. Это типа как моцарелла, это сыр. Но она такая как бы мягкая, очень нежная внутри. Еще постоянно берем рикотту. Я как-то показывала вам в футбуке, как я запекаю груши. Просто чистим их, вырезаем сердцевину поверх рикотту. Что посыпаем корицей, отправляем в духовку и запекаем до тех пор, пока они не станут мягкими. Если недостаточно сладкие, то полейте каким-нибудь медом или кленовым сиропом. А бурату, как я ем, просто нарезаю ее. Перец черный, свежемолотый, может хлеб какой-то черный с помидором и все. Очень часто так выглядит мой обед. Она очень сытная и поэтому я взяла сразу две. Очень люблю в последнее время. Планирую снова приготовить такое типа как ризотто, которое я показывала в прошлом влоге. Девчонки, кто готовил, скажите, как вам. Вы очень часто присылаете мне фотографии в инстаграме. Видела, что вам понравилось. Но я знаю, что обычно всякое вкусненькое, типа сладкое, там вы готовите более охотно. Взяла манго как раз к этому рецепту. Если вы пропустили, то ссылку на предыдущий влог я тоже оставлю. Киви. Киви мы любим, мандарины. А вот это, смотрите, бальзамический уксус в спреи. Я вообще читала, что здорово было бы перелить обычное растительное масло именно в такой формат. Потому что тогда используешь меньше. То есть не наливаем на сковородку, а брызгаем. А я буду сбрызгивать какие-то салаты. Вообще скоро начнутся грилы. Так что взяла уже сейчас. Это бальзамический соус. То есть он такой густой, более сладкий. Его я добавляю очень мало, когда я ленюсь, когда я тороплюсь. И его можно использовать как с овощами, так и с фруктами. Всегда берем или пассату, ну это типа как помидорный соус. Или вот такую, это типа пульпа называется, перетертые томаты. И в этот раз я взяла с какими-то приправами. С базиликом и с приправами. Тоже когда торопишься, берешь какой-то фарш. Вот этот, можно еще немножко чесночка. И все, ватные палочки с этим, все понятно. Голубика зимой это зло. И вот йогурты я люблю, вообще всю молочку. Мне очень сложно отказаться. Если вы помните, когда-то очень давно, когда Игнашка только родился, я часто показывала вот такие макароны. Они со шпинатом, а вот эти вообще такие разноцветные. И я помню, что я когда-то очень давно снимала в футбуке рецепт вот таких макаронов с тыквенным соусом. Это было очень вкусно. У меня есть тыква. Я обязательно приготовлю. И здесь тоже они не просто покрашены, а со шпинатом, со свеклой. В общем, и действительно по вкусу они отличаются от обычных макаронов. И состав у них хороший. Вообще они не сделаны из обычной пшеницы, а из специальной. И, короче, все как должно быть в итальянских макаронах. Орешки кешью не оформила заказ из iHerb. Так что взяла вот эти. Они не соленые и не жареные. Во всяком случае я старалась такие выбирать. Я так хочу есть. Сейчас доснимаю и сделаю себе что-нибудь вкусненькое. А вот это хлеб. Он ржаной. Правда, такой жестковатый. Но я люблю черный хлеб. Это покупки томока. Слушайте, в этом шоколаде столько лесных орехов, как в более дорогом. И по вкусу он тоже не отличается. Это какой-то ужас. Я очень не люблю белый шоколад. Для меня это не шоколад. Это просто какой-то сахар в белой массе. Я не понимаю. Очень люблю черный шоколад. Я, наверное, съем бурату, потому что я сейчас захлебнусь своей слюной. Это, кстати, бурата. И видите, внутри она такая кремовая. Все. Я пошла есть. У нас уже новый день. Покажу вам кое-что интересное. На часах 7 часов утра. И моя подружка пользуется таким фудкеттерингом. То есть, это когда тебе привозят целое меню на день. И если ты ссылаешься на друга, заказываешь впервые, то получаешь бесплатно такой набор. Давайте распечатаем и посмотрим. Я заказала себе диетический и очень интересно. Это, конечно, очень удобно, но я подозреваю, что далеко не дешево. Мне просто было интересно. И я заказала себе меню на 1200 калорий. Вот интересно. Можно прожить на такую калорийность? Кажется, что довольно много еды. Я не ожидала, что кладут воду. Чаек. Два саше. Прикольно. И вообще, первое, о чем я подумала, это как они мне доставят это все. Ну, то есть, они доставляют с 4 часов утра до 7. И мне просто оставили все вот это под дверью. Короче, все распаковано. И можно подогревать прямо в этих контейнерах. Я не знаю, какие еще есть другие фирмы. Видела у блогера Шуш. И так, как я сказала, моя подружка заказывает. Здесь завтрак. Причем на завтрак салат. Здесь меню. А еще знаете, о чем я подумала? Это количество пластика после каждого дня. Мы все это сегрегуем, но для экологии, по-моему, вообще не полезно. Представьте, сколько людей пользуются таким кеттерингом. И каждый выбрасывает прямо столько. А еще, кстати, интересный момент. Я особо там не вникала. Но можно было выбрать меню для веганов. Не знаю, там без молочных продуктов. В общем, было несколько опций. Я решила попробовать эту. И я обычно предпочитаю сладкие завтраки. И как-то так, не знаю, мексиканский салат с копченой курицей. Попробую себя пересилить. Интересно, как это на вкус. Все. Это второй завтрак. Коктейль. На обед салатик с кашей и с чем-то мясным. Подружка очень хвалила. Говорила, что это вкусно. О май гад. Это как бы супчик. И на ужин... Что это такое? Господи. Где меню? Окей. Это салат Цезарь с копченым сыром. Я обычно все подаю чуть аккуратнее. Но, наверное, на такое количество людей это невозможно сделать. Надеюсь, что вам тоже было интересно рассмотреть, как это все выглядит. На этом будем прощаться. Я иду завтракать и буду работать. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.